Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связанная с фото-видеотехникой, а именно понадобился мне вариант сумки, которая бы помещала новый фотоаппарат Nikon Z30. Ввиду того, что у меня уже есть один вариант сумки Case Logic, который вы сейчас видите слева, но и внутри находится другой фотоаппарат Olympus, это простой фотоаппарат, так называемая мыльница, но с особым объективом, предназначенный для работы. И в этом случае для этого Olympus я и нашел небольшую сумочку, в которой помещается не только Olympus, но и данный Nikon Z30. Шло это все из Китая достаточно быстро, там в течение двух-трех недель доставка осуществлялась при помощи Казани Экспресс, ну и в результате вот пришел в таком виде. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет сумочка. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клип. Letyshops. Что туда помещается, ну и так далее. Вот что не пришло. Такая сумка пришла, черного цвета. Хорошо, что здесь два замочка. Внутри у нас есть отсек один. Есть тут нитки какие-то. Дальше есть у нас вариант поясного крепления. И здесь один карман. Такого сетчатого вида для какой-то мелочевки. Ну, либо крышки на время съемок. Так, ремешок стандартный. Достаточно без проблем все это дело одевается. Единственное, что хочу сказать, то здесь недостаточно плотно все располагается. Ну, так, есть защита от ударов. Но хотелось бы больше. И давайте откроем, посмотрим, как у нас помещается тот фотоаппарат, который необходимо поместить. Вот он, данный вариант. Так называемый рабочий фотоаппарат. MSP510UZ на 7 мегапикселей. Иногда приходится снимать рабочие моменты. Ну и все прекрасно у нас. Но внутрь помещается. Даже остается место такого вида. Данный у нас фотоаппарат помещается в данную сумку. Ну, хотя, может и спасти от ударов. Ну и давайте посмотрим еще один момент. Помимо данного фотоаппарата, посмотрим, как располагается данный фотоаппарат. Поместится он или не поместится. Ну, тоже поместился, без проблем. Если вам нужно куда-то его сносить в одном экземпляре, тоже есть варианты этой сумки. Ну, достаточно компактная. Не занимает много места. Ну, можно брать ей с собой при желании. Если вы куда-то едете. Ну, честно говоря, в сумке многого не ожидал. Ну, вариант подходящий. Давайте там и разместим под штолм. Вернее, она приобреталась. Ну, и заодно давайте посмотрим. В этом случае у нас, конечно, не поместится. Ну, если хорошо запихивать. А так, в боковом варианте разместить можно. Ну, здесь, кстати, есть еще карманы внутри. Есть карманы. Как раз здесь для пауэрбанков вариант. И также пустышки для того, чтобы запечатлять достаточно большое количество либо фото, либо видео. Вот такой вот вариант сумки. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся. И ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного уланзи. К каждому желающему. Причем отправлю любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Я вам продемонстрировал сумку для фотоаппарата, в которой размещается как небольшая мыльница Olympus, так и беззеркальная камера Nikon Z30. Причем с объективом. Как и в первом варианте, когда у нас был Olympus, тоже размещается с объективом. Объектив там зум. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о фотосумке предоставим вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok